всем привет добро пожаловать на мой канал у меня новый лайф влог сегодня воскресенье еду в студию поэтому времени мало суп сваренный вчера вечером остыл переливаю его в банку сейчас помою кувшин и отнесу в холодильник кстати я ложечку вчера попробовала получился очень классный суп ну здесь действительно много овощей и вообще ноль соли ноль специй весь вкус за счет именно вот такой насыщенности а теперь можно быстренько готовить завтрак сегодня уже ну как бы все я вышла из лечебного голодания и то есть семь дней и семь дней был выход сегодня уже можно добавить кусочек сыра авокадо ну то есть это не значит что можно есть сколько хочешь и так далее потому что эффект от голодания он длится довольно долго и ну соответственно уж лучше сохранить эффект авокадо просто уже надо есть сейчас буду делать горячий бутерброд хлеб пока в тостере пусть подсушится тоже не рискую сразу такой свежий есть сыр уже потом вот сейчас положила в ростер так каша овсяная как всегда оставшиеся помидоры сыр это потом на салат пойдет ну и сок надо выжить морковка и яблоко как всегда сейчас все выжим быстренько не но я встала нормально но сегодня надо как-то так побыстрее энергии полно ну вот и сок разбавлю водой надо добавить еще меда будет напиток получается классный кофе пока добавлять нельзя ну по крайней мере нежелательно и если можно терпеть я удивлена но спокойно две недели кофе не пью поэтому потерплю еще пару дней а может это вообще до конца недели посмотрим по настроению ну чай я вынуждена была добавить связи с циститом но пока это только чисто травки так все контейнеры высохли также добавляю сегодня чайную ложку кунжутного масла и решила сделать такие патчи просто гидрогелевые это нужно два часа времени у меня его как раз таки нет поэтому от skin light но они если только увлажняют чуть-чуть в общем-то каша бутерброд такой сыром так сейчас буду краситься сначала от фарс биби крем потом тональник вот из домика принцессы ну и соответственно тушь тени тени оксана присылала флаверы так это беру с собой суп и яблоко на два перекуса это для ученицы яблоко тоже угощу в общем суп пюре сюда налила все-таки думаю пойду погуляю нужно на хорошей скорости прям прогуляться если дождя не будет то обязательно общем как-то так убрала все вот в такой пакет но он конечно условно термо но все равно аккумулятор поставила но он как бы не герметично закрывается но я не хочу свою большую сумку холодильник брать а это такой маленький аккумулятор из фикса но и на улице то не довольно холодно поэтому нормально будет все там собаки гречка сварена не специально но подобралось уж не знаю как у меня всегда так получается но подходит уже в студии сегодня в носках там штаны еще одни потому что очень холодно так сейчас коврики надо нам достать где тут два и еще два какое мыло синерджетик с лавандой крутое я прям в восторге надо к нему присмотреться аромат супер арена плаза торговый центр иду от новослободской к цска в общем то уже вот пришла по правой стороне вот здание которое за этим забором прикольная цска мне нравится там тоже погулять вокруг но давно там не ходила но он уже виднеются эти башенки я тут все вмятным и в шафрановым но реально холодно я так иду прям быстрым быстрым шагом уже в парке тоже наматываю круги но реально тяжело по такому холоду даже вот я не бегу но просто иду быстро и прям как будто знаете легкие обжигаются но в принципе самой тепло как бы но мерзнут руки ваша не стою на кассе уже с покупками ну вот что могу сказать на улице холодно до аккумулятор уже такой мягкий но все равно и бутылка холодная но как бы нормально для такой погоды самое то на лето конечно если что надо брать сумку холодильник как я и делала но ли это было такое что собственно погуляешь да у меня печалька мои любимые наушники они стоили 174 рубля defender но не в общем отклеилась деталька у меня не было клея сегодня ее просто потеряла теперь работает один наушник таких же в продаже нигде нет у них аккумулятор просто суперский кто-то жаловался мне повезло я от силы раз в две недели заряжаю вот классные наушники в общем печалька такая случилась ну ладно чё теперь делать работает хотя бы один и слава богу может быть потом найду в продаже что-то подобное но на данный момент с этим явно проблема приготовила себе салат сейчас я перешла на 4 на 4 разовое питание уже сейчас буду готовить рыбу в мультиварке это хек я его не очень люблю но раз купила нужно есть ну вот стараюсь красиво все подавать на стол накрывать чтобы но для поднятия настроения тут кабачки рыбы салатные листья сейчас буду делать тесто для пирогов начинка с яблоки уже стоит в общем здесь я использую стакан из-под хлебопечки но он соответствует советскому граненому стакану так что наливаю там яйцо в стакан остальная вода потом мука 4 целых стакана и 5 восьмых потом 8 столовых ложек растительного масла 2 чайные ложки соли 4 столовые ложки сахара 2 с половиной чайной ложки дрожжей вроде ничего не упустила но я поэтому рецепту давно готовлю но всегда заглядываю в книжку вот ну потому что не каждый день тесто очень вкусное мне нравится да и всем в общем то кто пробует так сейчас здесь все помою тесто но достаточно в принципе одного часа чтобы она постояла но у меня было такое что она стояла сутки это наверное не очень хорошо но не было время такое случается что сделаешь тесто а потом что-то отвлечет и вот так вот за что не люблю эту кофту сползает начинка осталось либо я завтра сделаю еще тесто или когда буду варить варенье то ну джем то и это туда же отправлю хотя я буду яблоки тереть на терке а здесь кусочками но я думаю это не так страшно а может быть шарлотку сделаю так вот пироги уже такие получились цвет неровный потому что я так смазала яйцом и вот еще ну а сейчас покажу немного покупок из ашана ну в принципе я уже положила в морозилку упаковку куриных спинок для собаки в общем как как водится кстати еще пару месяцев назад килограмм спинок там стоило 75 рублей сейчас 98 но они там в принципе хорошего качества я довольна поэтому взяла но сейчас в магазине верный я тоже обнаружила такие же суповые наборы но их не внутренней марки они стоили мне кажется тоже либо 89 либо 90 чем-то но качество у них еще лучше но и в принципе сейчас вообще цена сравнялась но если говорить про расстояние то из ашана с другого конца москвы получается ближе чем и тут от магазина верный потому что ашан находится рядом с метро тут я вышла 10 минут ну максимум 15 в развалочку и я дома а верное находится как бы чуть подальше от метро и в итоге 25 минут уходит в одну сторону примерно поэтому конечно но зато можно несколько раз ходить и не таскать по ногу это тоже хорошо но не знаю я скорее всего и там и там буду брать по обстоятельствам но еще я взяла как всегда рулон туалетной бумаги без втулки кефир потому что я уже понимала что до верного я не дойду я но как бы холодно противная я уже довольно много прошла там сколько около 17 18 километров поэтому на взяла там кефир мне нужен был обезжиренный там или один один процент я взяла ашан с птичкой который в бутылке один литр на него еще была акция по моему или он без акции 50 чем-то рублей стоил но знаете потрясающий кефир мне очень понравился вот но верным ничуть не хуже и также заодно я по гречку еще взяла упаковку но опять же качество гречки хорошие марки каждый день но можно брать и верным потому что верным 900 грамм ваша не 800 грамм верным 660 чем-то там 50 чем-то но в итоге получается плюс-минус одинаково так что тоже и там и там беру когда как ну и заодно я взяла поскольку я свалила варенье собираюсь еще сварить я взяла вот банки я сначала хотела взять две длинные банки одну под сливовое варенье другое под яблочное и что ну типа мало места будут занимать в холодильнике но с другой стороны там места и так нет чтобы еще туда ставить но на балкон я тоже не могу абы что ставить так как там полноценная комната и меня совсем не улыбается что там какие-то вещи стояли не к месту на виду поэтому мне надо что все поместилось в комод в итоге я выбрала вот такие баночки плюс я старалась чтобы и формы была какая-то такая на общем все чтоб было одинаково в итоге ну я не знала сколько мне банок потребуется и я решила взять сразу упаковку из 12 штук потому что допустим две-три банки они погремели в сумке могли бы разбиться а вот это я просто положила в ашановский пакет вот такой бумажный который крафтовый и прекрасно их донесла каждая банка стоила три рубля нет вру 55 рублей каждая банка стоила и еще я к ним взяла крышки по три рубля но я не знаю подойдут они или нет они типа как горячие то есть их нужно в кипятке типа это самое не знаю надеюсь что подойдут но в конце концов если не подойдут ничего страшного сушить переделать придется взять какие-то другие но проблема в том что вот здесь диаметр написан а на крышке не написано и непонятно в общем точнее может быть под этикеткой где то есть так перед закрыванием крышку поддержать в кипящей воде не более 10 секунд ну в общем никакого диаметра тут нет к сожалению поэтому брала наугад но в целом я даже удивлена вообще если не делать большие запасы то смысл и хранить банки после использования думаю нет потому что на 5 рублей как бы очень даже хотя я не знаю буду хранить их потом или нет в конце концов у меня и большого потребления варенье не будет вот просто надо как-то яблоки и сливу сохранить а я иногда все равно покупаю какой-то там джем варенье но в любом случае там всякие гадости а здесь все-таки фрукты и сахар уж по крайней мере лучше ну опять же выпечка вот что что-то такое хотя ваша не там есть ашан с птичкой джем мне понравился с апельсином и понравился с грушей но кстати тоже можно попробовать сделать что-нибудь самостоятельно кстати говоря ладно это видео буду завершать если она понравилась ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр всем пока пока